Число обнаруженных планет за пределами Солнечной системы уже исчисляется тысячами. На момент выхода ролика число подтвержденных экзопланет составляет 5483, что на 38 больше, чем 10 дней назад. А число пока не подтвержденных экзопланет увеличилось на 56 и составляет уже 9770. Сегодня существует несколько общепринятых моделей классификации, но чаще всего экзопланеты делят на газовые и планеты земного типа. Привет друзья, в этом выпуске из серии планеты земного типа, я расскажу о еще одном интересном классе планет, углеродных планетах, поехали. Это пока гипотетический тип планет, но с большой долей вероятности они существуют, Одним из важнейших условий формирования углеродных планет считается наличие большого содержания углерода наряду с небольшим содержанием кислорода в протопланетном диске. Ученые утверждают, что теоретически в бедной тяжелыми элементами, ранней Вселенной, могли сформироваться углеродные планеты, состоящие из графита, карбидов и даже алмазов, вместо силикатов, из которых в основном состоят планеты земной группы в Солнечной системе. При моделировании различных вариантов состава углеродных планет, исследователи выяснили, что возможно существование даже планет, образованных исключительно углеродом и карбидом кремния. Наличие на таких планетах углерода, водорода и кислорода создает благоприятные условия для возникновения жизни. Возможно, именно этот этап эволюции Вселенной стал для жизни стартовым. В поиске подтверждения своей гипотезы исследователи обратили внимание на углеродные звезды. Это, как правило, старые звезды, бедные металлами, но богатые углеродом и кислородом. Они содержат в 100 тысяч раз меньше железа, чем наше Солнце. Следует ожидать, что и в составе планетного вещества около них будет преобладать углерод, а также углеродные планеты. Углеродная планета, вероятно, будет иметь металлическое ядро, вокруг которого расплавленный карбид кремния и карбид титана. Сверху слой углерода в виде графита, возможно при достаточном давлении с алмазным субстратом толщиной в несколько километров. При наличии на планете вулканов, во время их извержения алмазы из недр могут подняться на поверхность, что приведет к образованию гор из алмазов и карбидов кремния. Поверхность может содержать замороженные или жидкие углеводороды, например гудрон и метан, а также окись углерода. На углеродной планете с атмосферой цикл погоды теоретически возможен при условии, что средняя температура поверхности будет ниже 77 градусов Цельсия. На таких планетах атмосфера при ее наличии будет состоять в основном из углеводородов и диоксида углерода, с примесью метана, бутана, пентана и бензола. Возможны осадки в виде бензоловых и бутановых дождей. По прогнозам углеродные планеты будут иметь диаметр аналогичный диаметру силикатных и водных планет той же массы, что затрудняет их развлечение. Одним из наиболее вероятных кандидатов в углеродные планеты является 55 Ракеи. Она находится в 40,9 световых лет от Земли. Вращается вокруг звезды из двойной системы с названием Коперник. Радиус 55 Ракеи в два раза превышает земной, а ее масса чуть более 8,5 раза больше земной, что делает ее суперземлей. Радиус орбиты более чем в 20 раз меньше радиуса орбиты Меркурия. По предварительным данным, 55 Ракеи содержит в себе много углерода. При этом вода в составе практически отсутствует. Вероятнее всего планета постоянно обращена одной стороной к звезде. Температура поверхности на дневной стороне составляет 2400 градусов, а на ночной стороне поверхность разогрета до 1500 градусов. Это означает наличие лавового океана на всей площади планеты, что относит ее еще и к классу лавовых планет. Известная нам жизнь в таких экстремальных условиях конечно существовать не может. Друзья, любая ваша активность, просмотры, комментарии, лайки и даже дизлайки помогает в продвижении канала. Делитесь знаниями, ведь чем больше будет образованных людей в мире, тем меньше места глупости и невежеству в нем останется. Всем успехов и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok